Сегодня в Атамане фестиваль Казак-ФМ. Мы покинули привычную обстановку и сушного города Краснодара перевезли свою студию сюда, на берег Азовского моря. Даже на побережье сотрудники Казак-ФМ не могут без работы. В одной из хат они развернули пылевую радиорубку. Отсюда на всю эту станицу ведется прямой эфир. Вещают, как песню заказать, где пробки скопились и чем развлечься можно. Виталий с дочкой не пропускают ни одного состязания. В этом конкурсе работают по принципу не съесть, так понадкусывать. Конкурсы были очень интересные, великолепные, очень смешно. Арбуз вкусный, ели с удовольствием. Наелись от пуза. Радиостанция Казак-ФМ любит устанавливать рекорды. В прошлом году они слепили самый большой вареник, а на этот раз шьют самое большое лоскутное покрывало. Присоединиться может любой желающий. Вот и мы решили вписать, точнее вшить в историю рекорда имя канала. Вместе со мной над рекордным одеялом корпели около тысячи человек. Специальный эксперт из Книги рекордов России делает замеры и фиксирует математический нонсенс. 576 лоскутов размером метр на метр. Каким-то чудом сложились в полотно 608 квадратных метров. Но даже под самым большим одеялом России на Атамане не уснуть. На главной сцене ждал другой сюрприз. Радиослужителям подарили гимн. Такой же залихватский, как и все творчество Казака. Хорошо, что было всем, ты включай Казакэфэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ На этом имя, имидж. А мы, так случилось, что мы это умеем. Поэтому мы даем возможность творческим людям реализовывать себя, чтобы они в себя поверили. Казак ФМ придает уверенности не только местным, но и столичным коллективам. Артисты московской группы Садко признали, что гарными хлопцами стали во многом благодаря Кубани. Мы вообще восхищены. Мы восхищены теми людьми, которые все это сделали. Потому что аналогов, в принципе, мне кажется, в России нет. Именно вот такого радио, как Казак ФМ. И мы счастливы от того, что мы знакомы с людьми останутся. Этот день прибавил счастье и школьному директору из Таницыного-Дмитриевской Елене Викторовне Шамраевой. В лотереях никогда не везло и сегодняшний случай она считает подарком судьбы. Как бывшему спортсмену, как учителю физкультуры, как директору школы, которому будет чем поделиться с детьми, рассказать о том, что действительно я стану участником тех событий, которые у нас пройдут в Сочи. Концерт подходил к концу, а многотысячная толпа продолжала давать ГПК. А это повод для очередного рекорда танцевального. Ведь под песней Казак ФМ можно плясать бесконечно. Полина Каратенко, Олег Перминов, Игорь Долматов, 9 канал, Темрюкский район.